Друзья, всем привет! Вы на канале Russian Easy Learning. Это канал для тех, кто любит русский язык, русскую культуру, для тех, кто хочет выучить русский язык и говорить по-русски. И сегодня мы с вами отправляемся на небольшую экскурсию в Дом писателей. Это место находится в Москве, в Переделкино. Там жили и творили известные писатели. Если вы хотите узнать больше об этом месте, продолжайте смотреть это видео. Сейчас уже апрель, но, как вы видите, на улице еще холодно. Только за последние два дня выпало очень много снега. И в этот снежный день мы решили поехать в городок писателей, чтобы посмотреть, как они жили раньше, узнать, как они проводили время, послушать в записи, как они читали свои произведения. Ну вот, мы уже въехали в поселок. Он находится в Москве, в Переделкино. Это очень уютное место. Как вы видите, здесь старые дома, заборы, узкие улицы и много деревьев. Городок писателей построили в 30-х годах. Он стал домом и любимым местом отдыха советской интеллигенции. Здесь Пастернак написал доктора Живаго. Тарковский снял сцену для зеркала, а Симонов сочинил свое известное стихотворение «Жди меня». По легенде, создание городка писателей инициировал Максим Горький. Это он рассказал Сталину о загородных резиденциях в Европе и предложил место будущего строительства. После реконструкции тут открылся дом, творчество писателей. Исторический центр культурной жизни поселка. Здесь работали Борис Пастернак, Корний Чуковский, Булат Акуджава, Белла Ахмадулина и другие известные поэты и писатели. А в клубе пристройки любил играть в бильярд Владимир Высоцкий. Именно в Переделкино Борис Пастернак узнал, что стал Нобелевским лауреатом. А Корнею Чуковскому пришло известие, что его избрали доктором литературы Оксфордского университета. Кстати, в гости к Корнею Чуковскому приезжал писатель Александр Солженицын. Дом творчества, который находится на территории Переделкино, очень атмосферное место. Приехав сюда, мы как будто попали в прошлое. Сейчас в Доме писателей работают читальный зал, информационное и выставочное пространство. Посетители дома творчества могут послушать в аудиозаписи, как писатели и поэты читали свои произведения. В библиотеке есть книги из серии «Литературные памятники», тома об истории театра и издания с автографами авторов, которые жили в Переделкино. Здесь проводят экскурсии по местам, которые связаны с биографиями писателей, а также экскурсии об истории поселка и о поэтах-шестидесятниках, которые жили здесь. На первом этаже находится небольшое уютное кафе, где собираются гости, чтобы почитать книги, поговорить или выпить вкусного горячего чая или кофе после экскурсии. Переделкино – это очень интересное место для тех, кто любит русскую литературу. Поселок сохранил атмосферу тех лет, когда здесь жили известные русские писатели.